Я приветствую всех на телеканале Беларусь4. Это программа Добрый вечер. Гомель, всем здравствуйте. Когда к нам приезжают гости, мы обязательно ведем их на прогулку в наш великолепный парк. И, конечно же, одним из обязательных пунктов этой прогулки становится дворец Румянцевых и Паскевичей. А ведь это уже настоящее историческое путешествие. Вот у меня к вам вопрос. А давно ли вы сами были в музее во дворце Румянцевых и Паскевичей? И знаете ли вы, какие выставки сейчас там проходят? Этим добрым вечером мы постараемся взглянуть на дворцово-парковый ансамбль совершенно по другим, возможно, каким-то неожиданным ракурсам. Узнаем некоторые тайны, узнаем то, что происходит внутри, в стенах и выставочных залах дворца. Побываем на постоянно действующих экспозициях, узнаем кое-какой эксклюзив. Ну и, конечно же, прогуляемся по золотому кольцу нашей прекрасной Гомельщины. Вот такой план на этот добрый вечер. Буквально через мгновение продолжим. Оставайтесь с нами. Прага, Вена, Лондон, Петербург. Эти города хранят красивейшие замки, ну а замки – истории легендарных династий. Этот список можно дополнить и нашим великолепным городом Гомелем. Этим добрым вечером, я надеюсь, мы узнаем много дворцовых тайн, ну а раскрыть мне их помогут мои великолепные гости. С огромным удовольствием я спешу вам представить. Заведующая отделом научно-просветительской и экскурсионной работы Виктория Заяц, здравствуйте. Здравствуйте. Научный сотрудник отдела научно-просветительской и экскурсионной работы Наталья Евтехова, добрый вечер. Добрый вечер. И старший научный сотрудник, историко-краеведческого отдела Ольга Гвоздь. Здравствуйте, рад вас видеть. Добрый вечер, взаимно. Ну а чуть позже к нашей компании, к наш этим добрым вечером присоединятся еще представители музеев, которые входят в Золотое кольцо Гомельщины. Узнаем, что происходит у них. Ну а пока что начнем беседу этим прекрасным вечером. Дворец Румянцевых и Паскевичей недавно отметил свой вековой юбилей. Расскажите, с какими настроениями перешагнули второе столетие? На большом позитиве, с очень большим энтузиазмом. Потому что мы столько сделали всего к нашему столетию. Мы так это все хорошо отметили. Мы там открыли чуть ли не миллион всевозможных выставок, провели всевозможные мероприятия. Поэтому мы с таким сделали так. И с новыми силами, с большим энтузиазмом встречали Новый год. Но все-таки уже, скажем так, один том закрыт первого столетия. Второй том можно считать открыт. Если смотреть в общем на весь комплекс дворцовый, музейный, парковый, вот какова основная миссия дворцово-паркового ансамбля сегодня? Вот как бы вы ответили на этот вопрос? Миссия нашего дворцово-паркового ансамбля, в первую очередь, конечно, она была всегда, все эти сто лет. Дворцово-парковый ансамбль, конечно же, хранит то, что ему досталось из истории, то, что ему остается под наследством. Мы это храним для наших подрастающего поколения. Да, Наташа? Конечно же, это и сохранение историко-культурного наследия, этих прекрасных, уникальных экспонатов, что хранятся в залах музея. И, конечно, главное не только сохранить, но и рассказать, показать, донести до гомельчан, гостей нашего города, всю ту красоту, ту историю, которая наполняет зал и музея, которая хранится в каждом из экспонатов. Конечно, мы храним память, мы храним предметы, и главное донести эту историю и эту историю передать уже будущим поколениям. Ну, вы знаете, донести, но нужно еще знать, как донести Ольга. Неоднократно наблюдал за вами, за вашей экскурсионной работой, за тем, как вы строите диалог с вашими гостями, со зрителями. Причем это и школьники, это и младший школьный возраст, это и взрослые люди. Как вы находите эти слова и формы подачи, чтобы было, ну, не просто информативно, но и интересно? Я думаю, что самый главный секрет — это то, что должно быть интересно прежде всего самому человеку. Если ты счастлив, если тебе это нравится, то ты просто говоришь так, как говорил бы абсолютно с любым человеком в любой обстановке. Представь, что это не экскурсия, представь, что это просто беседа, разговор, рассказывай то, что ты хотел бы поведать, то, о чем ты хотел бы рассказать, и теми словами, какими ты бы выразил свои эмоции. Обычно это самый лучший способ, и он строит мостик абсолютно с любым человеком, любого возраста, любого социального статуса. Это всегда находит очень живой отклик, люди расслабляются, становятся счастливыми, а в музее приходят за впечатлениями, с красотой, за счастьем. Ну и за позитивными эмоциями. Безусловно. Вот как уже Виктория сказала, что, ну, миллион выставок и проектов образа, но все-таки... Возможно, погорячилось, да, но выставок было очень много. Ну, к столетию миллион не помешает. Это и древний мир, это и древнее поселение, это и современное искусство, это и классика, которая составляет фонд Дворца Румянцевых и Паскевичей. Вот вам какой период, какая часть всех экспозиций наиболее симпатична? Ну вот, если честно. Если честно, мне очень сложно выбрать. Я человек любвеобильный, поэтому это распространяется и на залы Дворца. Мне очень нравится наша историческая экспозиция. Я вообще не представляю человека, который бы не был в восторге от нее, особенно если он приходит первый раз. Я обожаю водить людей, которые впервые в нашем музее, потому что, как правило, особенно если это больше из других стран, и, например, которые повидали там Лондон и Париж, они думают, что это что-то такое маленькое, но уютненькое, но что они тут увидят? Это когда они заходят в наши залы, в аудиен зал, например, в колонны зал, выражение их лиц бесценных. Их просто нужно фиксировать, даже не фотографиями, а, возможно, живописными полотнами, а потом сделать какую-нибудь отдельную выставку, посвященную их эмоциям, потому что они до этого достойны. Слушайте, а вы не подозреваете, что прямо сейчас в эфире программы «Добрый вечер» рождается новый музейный проект под названием «Эмоции»? Почему бы и нет? Проекты всегда именно так рождаются. В хорошей атмосфере падает зернышко идеи, и все, итог готов. Мы рассмотрим этот вариант. Вот все, идея есть. Да, безусловно. Нынешний сезон, ну, не только для всего мира искусства в целом, но и для музейных работников, для дворца, в частности, выдался не очень простым, но в то же время и полезным, потому что вами опробованы и довольно успешно новые формы работы. Расскажите подробнее об этом. Да, конечно, мы, как и большинство учреждений культуры, мы тоже вышли в онлайн, естественно. Люди перестали ходить в музеи было какое-то время, сейчас уже немножко мы, естественно, идем на подъем, уже у нас возвращаются наши постоянные посетители. Поэтому какое-то время мы полностью были в интернете, скажем так, работали там. Вот это тоже возымело свой эффект. Люди посмотрели и все-таки решили снова прийти к нам, снова вернуться. Те посетители, которые были нашими постоянными, они снова у нас в гостях с большим удовольствием. Поэтому онлайн-экскурсий было очень много, концертных всевозможных мероприятий во дворце проходили, и все это выставлялось в интернет, естественно. Всевозможное мы даже сделали таком, мы давно уже об этом мечтали, взять какой-нибудь экспонат, который где-то прячется далеко-далеко в фондах, его никто не видит. Но, наконец, вот нам, можно сказать, даже в кавычках повезло, мы эти экспонаты достали и сделали у них целые такие огромные программы. Подробно каждый посетитель мог зайти в наши соцсети и посмотреть об этом экспонате. Вот, допустим, наша Наталья, она настолько любит грибоеда, воздействует буквально там «Горе от ума» ее любимое произведение. И никто буквально не знал, что у нас есть в фондах рукописная «Горе от ума». Вот и вот сейчас уже все об этом знают. Целую серию фильмов мы запустили об этом экспонате, об одном. Наталья, а что больше всего интересует народу? Вот, в частности, когда вы выходили в онлайн, наверное, следили за тем, на какую вещь, на какой экспонат люди как реагируют? Больше или меньше просмотров? Очень интересно было, конечно, то, что появилось впервые. Вот, например, мы показали рукописный список «Горе от ума», как сказала Виктория. Это мой лично авторский проект впервые. Мы показали эти рукописные строчки, мы рассказали о нем. Всегда он был у нас в фондах, в запасниках. Его на свет божий никто еще не доставал, никто не рассказывал. Мы затронули о Грибоедове не только как о писателе. Ведь немногие знают, что у нас в фондах есть полотна, картины, на которых представлен сам Александр Грибоедов. О том, какой он вклад внес в развитие, в дипломатию отношений России и Ирана. О том, что он также родственник бывших владельцев гомельского имения. Также родственные связи присутствуют между Паскевичем и Грибоедовыми. Супруга знаменитого генерал-фельдмаршала Елизавета Алексеевна. Она девичество Грибоедова, двоюродная сестра Александра Грибоедова. Какие интересные факты можно узнать в программе «Добрый вечер, Гомель». Да, мы открыли также вот еще впервые наши грамоты. У нас ходят в экспозиции, все видят грамоты Паскевича, но никто не заглядывал внутрь грамотам. Вот, наконец, как говорится, всем повезло, мы их открыли, все почитали, посмотрели. Грамоты расписаны минералами, камнями. То есть там подпись императора Николая I, им сделанная лично. Поэтому сделали очень много такого, чего раньше даже не думали делать. Поэтому вот, как говорится... Мне всегда казалось, что, например, грамоты, они никогда не раскроются, потому что, ну, может быть, в силу того, что они очень древние, а они должны сохраниться. Конечно, да. Но мы осторожно, в перчатках, естественно, очень нежно. Вот поэтому все вот увидели, и можно прочитать практически каждую страницу этой грамоты сейчас, благодаря вот таким онлайн-экскурсиям. Ну, вот это вот мы уже ушли в детали. Ну, кстати, онлайн-экскурсии сейчас продолжаются или... Конечно. Кто следит за нашими соцсетями, они всегда видят постоянно. Какой-то объект мы открываем и снова что-то выкладываем, какое-то видео. Там, ну, наверное, все видели, как мы танцуем. Это да. Я даже посмотрел, сколько лайков собрали эти видеоистории в ваших социальных сетях. Да, то есть, допустим, какая-то экспозиция стала меньше посещаться, например, зимний сад. Как-то вот посетители перестали посещать. Тут же выложили онлайн. Опять же, зимний сад снова у нас бьет рекорды по посещению. Опять даже башня обозрения. Поэтому, естественно, это все очень стало помогать в такой ситуации. Ну, вот если говорить о полном комплексе Дворцово-Парково-Ансамбле, что сегодня в него входит? Потому что нередко можно услышать, ну, Дворцово-Парково – это только вот башня, основная часть и все. Да, многие путаются, да. Там, здравствуйте, я звоню Дворцово-Парково-Ансамбль. А что у вас есть? Дворцово-Парково-Ансамбль – это территория 45 гектаров. В первую очередь, конечно, это наш дворец Румянцев-Паскевичей, понятно. Там, где находятся наши фонды, это вся наша красота. А это здание зимнего сада. Часть сахарного завода, которая сохранилась до наших дней. Там до сих пор, вот опять же, такой, тоже не все знают, что до сих пор растут две пальмы, посаженные еще в 1888 году. Вы сказали пальмы? Пальмы, я сказала, да. Как они переживают зиму? Я не ошиблась, это пальмы, да, поэтому то есть прекрасно переживают зиму, как и все остальные растения, которые там находятся. Вот тоже наша изюминка, это уже всегда удивляются гости, даже тот же Санкт-Петербург, всегда с открытыми глазами, как у вас такое сохранилось. Ну и бывшая труба сахарного завода рядышком, это башня обозрения, конечно же, с тех времен также уцелела. Если мы пойдем в другую сторону, у нас сохранился Часовня-Усыпальница, прекрасный комплекс, где захоронен наши владельцы, семья Паскевичей. Часовня также немножко, вот мы ее отреставрировали, также можно заглянуть, посмотреть внутрь, где были отпевания владельцев перед тем, как их захоронить. То есть это уже тоже открыто для обозрения. То есть, ну вот, комплекс огромный, комплекс большой, можно потратить целый день. Если подробно с экскурсоводом слушать, ходить, то это вот целый день идет, чтобы посетить все наши объекты. Сколько человек побывало в музее в среднем за год? Не вели такие подсчеты? Конечно, мы ведем, у нас отчеты мы делаем каждый месяц, естественно. Ну вот, допустим, за прошлый год 338 тысяч, там чуть больше, 342 нас посетило. В этом году, конечно, идет вот из-за всех этих ситуаций немножко спад. Ну вот сейчас 160 тысяч уже посетителей у нас. Это чуть меньше, чем в прошлом году, конечно же. Мы не догоняем немножко прошлый год в связи с такой ситуацией. А если приплюсовать тех, кто смотрел вас онлайн? Это, да, тогда мы побьем все рекорды, да. Не меньше 60 тысяч, это если в среднем брать. Да, то есть тогда мы уже перешагнем прошлый год, естественно, если мы возьмем онлайн-посетителей. Кстати, ну, с другой стороны, онлайн расширяет границы географически. Вы следите за тем, из каких стран, из каких уголков планеты Земля заходят к вам на огонек, скажем так? Конечно, если они заходят с экскурсоводом, то, естественно. Мы всегда себе помечаем, всегда, даже вот несмотря на вот такие всевозможные ситуации, уже вот во время эпидемии у нас были гости из Чехии, из Турции, из того же Египта, из Америки, из Франции, из Италии. Хотя, кажется, вроде и закрытые границы были, но, тем не менее, вот люди, кажется, пробивались, и мы с большим удовольствием, что они посещали именно Дворцово парковый ансамбль. В последнее время вот даже были такие посетители, они сказали, нам посоветовали в Минске посетить Гомель и ваш дворец. То есть это просто, вот мы удивляемся, всегда очень рады таким посетителям, и, конечно, перед ними уже распахиваем все, что можем показать, всю нашу душу, всех наших лучших гидов, и они всегда с удовольствием. Онлайн мы тоже интернациональны, мы обязательно всегда используем хэштеги, в том числе и на латинице, и более того, мы стараемся участвовать по мере возможности в различных челленджах, которые проводят и Музеи мира в том числе, поэтому, да, мы посещаем, можно сказать, всем миром. То, что касается различных челленджей, в каких уже приняли участие? Сейчас сложно вспоминать, ну вот сразу на скидку приходит в голову челлендж, который мы сами запустили. И это первый экспонат. Мы решили показать наш самый-самый первый поступивший в фонды музея предмет, и запустили в том числе и на английском языке такой небольшой челлендж, который, в принципе, нашел отклик, ну, по крайней мере, в ближайшем зарубежье нашел. Из России у нас были отклики, из Беларуси, конечно же, тоже. Музей показывали то, что впервые попало к ним в фонды, то есть то, что получило номер КП-1. – Хотелось бы немножко продолжить еще раз разговор о посетителях. Что сегодня больше всего интересует людей, которые приходят на экскурсию туристов, путешественников, когда они попадают в залы дворца? Ну, наверное же, доводится слышать какие-то наиболее частые вопросы, какие-то темы и по экспонатам, и по биографическим каким-то фактам в бывших владельцах? – Ну, конечно, все спрашивают, естественно, постоянные экспозиции. Выставки уже потом, после всего, как они насладились всей нашей красотой, то, естественно, любимые предметы есть. В основном это спрашивают, конечно, вещи семьи Паскевичей. В первую очередь, личные вещи, то есть все просят, что генерал держал в руке, покажите нам. Его саблю, расписанную золотом, в первую очередь, конечно, все стараются сфотографировать, там, на память ее, потому что там сабля тоже, опять же… – А у вас можно и фотографировать? – Без вспышки, конечно, если… А, естественно, можно фотографировать. Поэтому тоже, опять же, такой секрет, который не все знают. Допустим, сабля за войну с Турцией князя Паскевича расписана золотом под ртутью, под высокой температурой. То есть таких сабель вообще единицы просто в мире, и вот одна есть у нас, как говорится. То есть, поэтому, естественно, такие вещи, вот личные вещи князей Паскевичей вызывают просто вот большой энтузиазм, с удовольствием пересматривают, перефотографируют, выкладывают. Вот это уже в своих соцсетях наши посетители с большим удовольствием. Поэтому, конечно, наша постоянная экспозиция бьет все рекорды посещения, естественно. Ну, посещают. Ну, усыпальница всегда пользуется большим спросом тоже. Когда видят кладку стен нашу уникальную, выложена камешками, то, естественно, тоже всегда привлекает внимание. Вот, и особенно гости из России всегда удивляются, почему у нас такого нет. Действительно, у нас есть, а у них нет. Да, потому что вот так было задумано, что с кладкой такая стен останется только у Паскевича. Вот, и больше нигде. Вы знаете, я предлагаю сейчас сделать небольшую экскурсию, буквально на минуту. Не так давно мы тоже у вас были на некоторых постоянных экспозициях, проводили съемки для одного телевизионного проекта. Ну, достаточно получилось еще и, скажем так, материала с запасом, из которого мы сделали небольшие видео для этой программы. Давайте посмотрим. Да, давайте, конечно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Вы знаете, пересматривая это видео, даже подготавливая, поймал себя на мысль, что наполнился ролик даже какой-то мистикой. Чувствуется немножко, да. Особенно, когда красная гостиная затемнена. Кстати, а то, что касается, ну, вот, мистического туризма. Не было таких мыслей, там, о тайне, легенде какие-то дворцовые? Были. У нас даже НТВ снимала программу о том, как у нас призраки ходят по дворцу. Серьезно? Да, конечно. Все-таки это не городские легенды, это так и есть? Ну, есть люди, бывшие сотрудники, допустим, нашего дворца, какие-то посетители нашего дворца, которые говорят, что они действительно видели призрак, допустим, Ирины Ивановны, который вышел из зеркала. Они реально видели, вот, они говорят, что, ну, сто процентов, вот, ничего им не показалось, что действительно Ирина Ивановна ходит по дворцу, особенно, вот, если ближе к вечеру, когда немножко дворец затемняется. Либо многие утверждают, у меня даже до сих пор на экскурсиях говорят, что, ну, мы точно видели в усыпальнице тоже вот пост Ирины Ивановны, как бы, потому что ее там не захоронили, вот, якобы она все-таки приходит на то место, где должны были ее захоронить. Что вот она хочет все-таки вернуться туда, в семейную усыпальницу. То есть, допустим, когда мы делали реставрацию, я еще попала, пришла на работу, когда еще дворец не был открыт, еще велась реставрация, то есть там у нас рабочие работали. И они всегда мне несколько раз, одни, разные совершенно люди разных возрастов, они мне рассказывали, значит, такую, что они слышали сами лично, естественно, в колонном зале. Когда немножко уже после лета, вот первая холода начинается, дворец раньше топился каминами. И вот они слышали, что вот если закрыться в колонном зале, просто вот тихонечко посидеть, то слышишь шаги, вроде кто-то идет, и потом вот как бросают дрова. То есть, слуги пошли топить камины. Вот, утверждают, что это слышали вот просто 100% в колонном зале. Я лично сама нет. Единственное, что я слышала, мы раньше, у нас не было охраны, и мы, как говорится, по графику, мы дежурили во дворце вместо охраны сотрудники. Вот, и мы там, у нас есть такая комната, мы закрылись, как операторская мы ее называем, вот сидим, тишина. Ну вот, во дворце никого нет, но в дверь стучат. Вот, естественно, мы боялись выходить. Ну и те, кто люди там, ну я сидела не одна, конечно, вот, и люди говорили, что ну это вот Ирина Ивановна пришла, может что-то к тебе какие-то проблемы, что-то ты тут не так сказала где-то на экскурсии. Вот, поэтому, ну вот стуки, да, в дверь вот слышны были постоянно. Слушайте, ну это из разряда хотите верьте, хотите нет. Вот как к этому относиться, как к легендам, или все-таки в каждой сказке есть? Да, ну что-то все-таки есть. Даже смотрители нашего дворца часто вот любят рассказывать, что вот приходишь на работу, а какой-то экспонат стоит не на своем месте. То есть, ну вот реально, вот он стоит не там, где его оставили вечером. Ну вот как такое может быть, если все сдается под сигнализацию, никто по дворцу точно не ходит 100%, ну почему там, допустим, или что-то чуть-чуть, кажется, повернуто. То есть, ну вот Ирина Ивановна вещи расставляет по своим местам, скорее всего. Вот что-то мне подсказывает, что после этих историй поток посетителей, ну он просто увеличится. Было такое, да. А знаете, что еще я заметил? Что у вас сотрудники уникальные и универсальные. Они только здорово ведут экскурсии, но и они же великолепные актеры. Вот даже сотрудница Вероника снялась в роли той же самой Паскевич, которая также... Да, Ирина, ну она вот как раз как призрак, да, обходит свои владения. А так мы же с самого, как только открылся дворец, мы же как его открывали. Приезжала Екатерина, там встречала Петра Румянцева, там Николая. Мы же все тоже одевали эти все платья сразу же. То есть представьте, молодые люди после университета, и тут им такая сразу работа в таком шикарном здании, в этих всех костюмах. Поэтому, естественно, мы уже просто артисты. И каждой экскурсии ты выходишь как на сцену, вот просто. Как-то я вот была на курсах повышения квалификации, нам преподаватель сказал, что лучший гид, лучший просто, вот он может считать себя лучшим, если у него в группе, его экскурсанты начинают либо плакать, либо смеяться. То есть этот гид считается лучшим. У нас практически каждый сотрудник возле портрета Ирины Ивановны может выбить слезу. Возле там иконы мастеров Абержея у нас всегда люди рыдают просто. Вот в той же усыпальнице. Вот поэтому, естественно, мы уже считаем себя артистами. И такая роль, вот там Ирины Ивановны, у нас Наталья, она у нас всегда отслуживает молодоженов в образе Елизаветы Алексеевны. То есть поэтому очень приятно. Да, поэтому это не впервой. Наталья, а вот наверняка в музее существует такое понятие, например, как хит среди всех экспозиций и выставок. Или хит, экспонат хит. Можно об этом говорить? Ну вот, например... Вот применяя к музейному искусству и ремеслу. Один из хитов мы уже с вами увидели, где Вероника играла главную роль, это красная гостиная дворца, главная из парадных залов центральной части. Она яркая, она роскошная, с дорогой мебелью различных стилей и эпох, коллекцией скульптуры, фарфором, дорогой коллекцией часов. Все это создает красоту. Кроме того, белая гостиная очень популярна среди любителей музыки. Это наш камерный зал, наш музыкальный салон. И кроме того, это еще и театральная сцена нашего города. Башня дворца. Там своя особая атмосфера. Там все говорит о подвигах, о воинской славе владельцев дворца. Где можно увидеть на полотнах Грибоедова и Пушкина. Где можно познакомиться с уникальным наградным оружием XIX века. Императорскими грамотами. Увидеть книгу с подписью последнего русского царя. Кроме того, насладиться тем изяществом, красотой, тонкостью мессенского фарфора. Все это действительно наши хиты. За что нас любят, что хотят увидеть. И мы стараемся это донести, показать, рассказать. Ну и как мы уже узнали, очень многое хранится в фондах музея. Надеюсь, что не только в онлайне это можно будет увидеть. Но и в скором будущем это все будет представлено, скажем так. Ну мы стараемся. У нас целый второй этаж. Это выставочные залы. У нас на втором этаже 8 выставочных залов. И каждый зал месяц, ну два максимум. И выставка снова меняется. Вот Ольга Гвоздина как раз представляет этот выставочный отдел знаменитый. Которые там постоянно все шуршат на втором этаже. Как мы всегда говорим между собой. И что-то там все меняют. Естественно, они достают это все из фондов. Там картины. Сейчас вот они шикарную выставку Евдокиму Романову посвятили. То есть, естественно, потихонечку зрители видят то, что прячем мы в фондах. А ведь дворец Румянцевых и Паскевичей – это не только выставочные залы и экспозиции. Друзья, оставайтесь на нашем канале. Оставайтесь этим добрым вечером с нами. И далее вы узнаете, куда же можно отправиться, в какие путешествия вместе с дворцом Румянцевых и Паскевичей. Об этом и даже чуть больше, буквально через несколько мгновений. Не переключайтесь. Окутанный тайными и загадками, историей и антиквариатом, роскошным, блеском и в то же время современный и креативный. Вот такой он дворец Румянцевых и Паскевичей. А этим добрым вечером мы с вами узнаем много дворцовых тайн. Уже некоторые узнали и мистические, и антикварные. Напомню, что у меня сегодня в гостях Виктория Заяц, заведующая отделом научно-просветительской и экскурсионной работы. Наталья Евтехова, научный сотрудник отдела научно-просветительской и экскурсионной работы. И старший научный сотрудник историка краеведческого отдела Ольга Гвоздь. Давайте поговорим о таком направлении в работе Дворцова-паркового ансамбля, Дворца Румянцевых и Паскевичей, как экскурсии и путешествия. Ведь путешествия с вами – это не только исторический экскурс по залам, это еще направление по Золотому кольцу Гомельщины. Расскажите об этом подробнее. Куда же с вами можно отправиться? Куда угодно. Завезем. Мы, естественно, мы областной музей, мы сотрудники Гомельского Дворцова-паркового ансамбля. И, конечно, в первую очередь мы показываем нашу любимую Гомельщину. Естественно, проще всего возить в Минск, возить в мир и не свеж прорекламированные уже давно и всем известные. Но мы стараемся показать то, что есть у нас на родине, нашей Гомельской земле. Мы также сотрудники из многих уголков, например, я с Брагинской земли, там, Вероника с Ельска. Поэтому, конечно, хотелось завезти людей туда, показать что-то уникальное. Поэтому не зря этот маршрут, он очень популярен также стал, поскольку там находятся именно 9 таких самых главных пунктов нашей области, которые очень интересно посетить любому человеку совершенно. Естественно, это очень интересно посмотреть в Речицу проехать. Дальше в Лоев мы смотрим наш прекрасный битву за Днепр, исторические места, единственное в мире Лоевское обнажение. Просто вот смотришь, у меня всегда глаза, вот никак не могу привыкнуть, что у нас есть такое, единственное в мире. Мы посещаем Ветку, конечно же, как без наших стареобрядцев. Мы посещаем Чечерск, конечно же, без графа Чернышева. Опять же, на Гомельщине, как говорится, никуда. И места, где была Екатерина II, проезжала, тоже можем все это увидеть. Очень много можно рассказывать об этом. Тот же знаменитый Мозырь, естественно, Мозырьский замок, с большим удовольствием посещают наши гости. И там недалеко и город Туров, это святая земля Гомельщин, как я всегда говорю. Прикоснуться к крестам, это просто вот должен сделать каждый житель нашей области и других областей. Ну, безусловно, каждый объект достоин внимания, потому что здесь и история, и культура, и обряды. И те события, о которых снято много фильмов, это и военные события. Например, вот комплекс, который расположен в деревне Красный Берег. Изумительный просто. Сам дворец прекрасный, 19 вектора, половина Козел Поклеевских, либо Готовского, из первого владельца будем брать. Ну и, конечно, это современный мемориал, без него, естественно, сейчас никуда. Просто детям посвящен жертвам Великой Отечественной войны, конечно же, с удовольствием. Гости посещают, и разные впечатления остаются от таких восхищений от дворца, естественно, и до таких очень переживаний за наших ребят. Кстати, с нами на связи Мария Ткачева, старший научный сотрудник филиала Красный Берег, государственного учреждения культуры Жлобинский историко-краеведческий музей. Мария Дмитриевна, здравствуйте, добрый вам вечер. Добрый, добрый вечер всем. Это программа «Добрый вечер», Гомель, рады вас слышать. Расскажите, о чем сегодня можно узнать в стенах Жлобинского музея? Очень приятно, что вы помните о Красном Береге и знаете об этом удивительном населенном пункте. Вообще природа, судьба, Господь Бог наградили Красный Берег историей и красотой. В состав музейного комплекса входит трогательный мемориал детям, жертвам войны. В год 75-летия Великой Победы следует вспомнить тех мальчишек и девчонок военных лет, на чью долю выпали тяжелейшие испытания. Они погибали под бомбежками, от голода, холода, в концлагерях. У тысяч детей жизнь оборвалась на взлете. На нашем мемориале увлековечена память всех детей. Независимо от национальности, возраста, вероисповедания, комплекс установлен в Яблодневом саду, а спроектирован творческой группой заслуженного архитектора Республики Беларусь Леонида Ревина. Кстати, познакомиться с многообразным творчеством архитектора можно в выставочном зале еще одного нашего памятника. Памятник о белорусской истории, расположенного в Красном береге. Это усадьба 19 века. Она расположена на расстоянии 800 метров от мемориала. Имение принадлежало козелу Поклевским. Это старинный дворянский род известных предпринимателей, виноторговцев, горнозлотопромышленников, владельцев избестовой промышленности, первого парохода на реках Западной Сибири. В настоящее время сохранились, можно увидеть усадебный дом, флигель, хозяйственные постройки, кирпичную ограду, спецзавод, имение козел Поклевских. Своего рода путеводитель по истории архитектурных стилей. Стоит отметить, что Краснобережская усадьба единственная в Белоруссии, где использовался редкий арабский стиль альгамбра. Наши посетители смогут совершить путешествие в 19 век, услышав из рассказа экскурсовода информацию об архитектурных особенностях здания, бытия дворян, истории семьи. В усадебном доме, кстати, также работают три выставочных зала, в одном из которых можно познакомиться с уникальнейшей экспозицией авторских кукол Жлобинчанки Светланы Шалыниной. Наряды, аксессуары, прически кукол точно соответствуют историческим эпохам. Еще один зал приглашает в настоящее время увидеть жаркие, неповторимые пейзажи африканского континента, что, согласитесь, в условиях серых погодных тонов за окном сейчас немаловажно. Выставка называется «Путешествие по Африке» и представлена известным гомельским фотохудожником и путешественником Юрием Бирюковым. Рядом с усадебным домом на правом берегу реки Дабасна в Красном береге разбит парк. Парк заложен еще в XIX веке, является памятником природы Республики Беларусь. А сейчас необычайно красив, потому что украшен золотом опавшей листвы. То есть, приехав в Красный берег, который по праву называют жемчужиной Гомельской области, наши посетители смогут, погуляв по парку, побывать на природоведческой экскурсии, смогут познакомиться с трагическими страницами истории века XX на мемориале, в усадебном доме Козелопоклевских совершить путешествие в XIX век. Век XIX, век XX. Красоты природы ждут вас в Красном береге. Уже практически завершены дачные сельскохозяйственные работы, скоро школьные каникулы. Совершенно верно. Поэтому всем нужно срочно организовывать свои культурные выходные, свой досуг и вместе с семьей, с друзьями, с родственниками, с путешественниками. Я думаю, что совсем скоро к вам приедут много гостей. Кстати, много ли посетителей бывает сейчас в эти дни в вашем музейном комплексе? Расскажите. Конечно, в связи с ситуацией по коронавирусу количество посетителей в целом немножечко сократилось. Но однозначно выходные, субботы, в воскресенье у нас всегда большие посещения, чему мы безумно рады. Мы, кстати, работаем каждый день без обеда, без выходных. И поэтому рады абсолютно всем любителям истории путешествий. Уверяю, знакомство с Красным берегом принесет массу новых впечатлений, знаний, эмоций. Будем рады всем. Мария Дмитриевна, ждите в гости на выходные дни. Благодарных туристов, путешественников. Ну, от вас, конечно же, все будем ждать интересных рассказов. Еще такой вопрос. Скажите, какие мероприятия планируются на будущее, на обозримое будущее в стенах вашего музея, музейного комплекса? Усадебный комплекс Красный берег, конечно же, не останавливается в своем развитии. Вот сейчас у нас заканчивается работа проекта, который шел по благоустройству парка XIX века, нашего коснобережского, замечательного, разбитого по проекту Франсиша Кошаниора. Буквально на следующей неделе у нас будет проходить торжественное мероприятие по подведению итогов вот этого замечательного проекта. Кроме того, у нас планируются новые выставки. Одна из них уже в ноябре. Эта выставка будет представлена знаменитым гомельским художником Сергеем Николаевичем Синяковым. Талантливый человек, который работает в разных техниках и представляет всегда удивительное разнообразие полиции, свое прекрасное видение окружающего мира. Ну а дальше у нас запланирована выставка детского творчества, рисунков учащихся жлобинских общеобразовательных школ. Путешествия у Минулая. Это рисунки детей, на которых будет представлен наш усадебный дом, будет представлен наш парк, то есть непосредственно территория Красного берега. Ну и, конечно, буквально через полтора месяца новогодние праздники, которые мы уже усиленно готовимся. В частности, практически у нас уже готовы разработки фотозоны. Мы думаем о том, как провести праздничные мероприятия для наших деток. И более того, несмотря на коронавирус, ну, получится нет, сказать пока сложно, но планируем реконструкцию рождественского бала. Спасибо вам огромное за столь подробную информацию, за интересный рассказ. Спасибо огромное. Удачи во всех начинаниях. Ждите, повторюсь, еще раз в гости. Ну а вам, друзья, напомню, что с нами на связи была Мария Ткачева, старший научный сотрудник филиала Красный берег Государственного учреждения культуры Жлобинский историко-краеведческий музей. Вот нету такого чувства, что золотое кольцо Гомельщина скоро внимание перетянет. Нет, нету. Мы все равно всегда впереди планеты всей. Да, мы в себе очень уверены, и мы тоже не стоим на месте, не только золотое кольцо Гомельщины. Но продолжим рассказ по золотому кольцу. Все-таки, насколько рассчитана эта экскурсия? Вот если вот отправиться, это день, два, три или... Если все пункты посмотреть, то это нужно, ну, хотя бы неделю, потому что это большие переезды, конечно. А как же подробно, как вы посетите туров за час? Это невозможно. В турове хотя бы нужно день побыть в Мозыре. Опять же, день нужно обязательно. Сколько сегодня пунктов включено? Девять. Девять. Это постоянно действующие или есть какие-то пункты, которые добавляются? Мы стараемся. Конечно, мы стараемся. Если что-то новое открывается, с удовольствием стараемся, чтобы это тоже внесли в золотое кольцо Гомельщины. В яркий пример, совсем недавно все наслышаны, смотрели все новости. Мы открыли мемориальный комплекс АЛА открылся недалеко от Светлогорска, поэтому, конечно, обязательно, ну, как ехать в те места, допустим, даже в тот же Жлобин. Сейчас вот очень много туристов, я знаю, едут в Жлобин и дальше в Светлогорск, на АЛУ и на Мемориал Багратион. Кстати, с нами на связи Ирина Валентиновна Заяц, директор Светлогорского историка краеведческого музея. Ирина Валентиновна, здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер, Александр и гости в студии. Расскажите, как проходит вечер в Светлогорске, какая у вас погода? Вы знаете, дождливая, немножечко дождливая. Ничего себе. Ну, ничего страшного, говорят, у природы нет плохой погоды. Недавно комплекс АЛА был включен в Золотое кольцо Гомельщины. Насколько это ответственно, волнительно, почетно для вас? Расскажите. Ну, конечно, это очень ответственно и волнительно, поскольку нам очень приятно, что на территории нашего Светлогорского района построен такой замечательный объект, как мемориальный комплекс АЛА. И сегодня, я должна сказать, очень посещаем нашими жителями города, нашими гомельчанами посещаем и жителями Республики в целом. Очень много посещений. Охватываем большой структур наших посетителей, знакомим с АЛА, рассказываем историю АЛА. Работа ведется очень большая и очень ответственная. Скажите, а вообще, что сегодня происходит в музейном комплексе с города Светлогорска? О чем можно узнать, какую историю современность, попадая в стены вашего музея? Попадая в стены нашего музея, мы узнаем историю Светлогорского района. О том, как строился город Светлогорск, как жили его жители в советские годы. Мы узнаем о тех достопримечательностях, которые есть у нас в городе и районе, а также мы узнаем о тех фондовых предметах и коллекциях, выставленных в наших экспозициях. Спасибо огромное, что были с нами. Удачи во всех начинаниях. Посетителей вам как можно побольше. Ну и, конечно же, надеюсь, что когда-нибудь и я к вам доберусь в музей, обещаю, в ближайшем будущем вместе в компании с Дворцово-Парковым ансамблем. Друзья, напомню, что с нами на прямой телефонной линии была директор Светлогорского историко-кровического музея Ирина Заяц. Ну и также напомню, что с недавних пор мемориальный комплекс «Ала» также включен в маршрут «Золотое кольцо Гомельщины». Послушайте, ну, видите, кроме «Золотого кольца», насколько мне известно, с вашими экскурсоводами можно отправиться в пешую прогулку, в пешую экскурсию, в пешие путешествия по улицам нашего города. И тоже узнать много интересного, таинственного, где-то мистического и удивительного. Расскажите, пожалуйста, об этом направлении вашей работы. Больше всего популярны, конечно, у нас именно экскурсии по городу Гомелю. Естественно, те, кто приезжают к нам на Гомельщину, первое, что просят, это экскурсию по городу. Экскурсии, естественно, и мы на автобусах проводим, если это группа 50 человек или 40. Ну и можно для небольших групп, чтобы пройтись пешком по историческому центру. Гости из России называют, раньше их было очень много, называют наш город «Маленький Санкт-Петербург», поэтому они с удовольствием гуляют по нашей улице Советской. Допустим, наш дом «Советская 8», всем известный, там, где находится наша почта, уже давно назвали «Гомельский пряник». Вот как выглядит здание очень красиво, такое бордово-беленькое, очень такое все украшено там всевозможными росписями, поэтому это уже появилось, вот в ходе вот таких экскурсий уже перешло в интернет, и везде читаешь уже «Гомельский пряник», уже понимаешь, что это «Советская 8». То есть там здание бывшего русско-азиатского банка прекрасное, где сейчас филиал нацбанка по Гомельской области, тоже здание сохранившееся, прекрасно выглядит, поэтому всегда привлекает внимание. Естественно, охотничий домик наш, конечно же, это дом, жилой дом, где стоял штаб Черняховского, то есть, ну, музей военной славы, музей криминалистики тут же рядышком, все эти улочки, наша улица Пушкина всегда всем нравится, очень уютная, бывшая липовая аллея, прекрасно смотрится и с удовольствием все гуляют, естественно. Тут недалеко в другую сторону, Стареобрядческая церковь, к сожалению, не можем зайти внутрь, конечно, Стареобрядцы чтут свои каноны, поэтому туристы не посещают. И вообще даже не под каким предлогом. Не под каким предлогом, да, только вот снаружи мы можем посмотреть. Вот даже нам, как сотрудникам музея, единственный раз, единственный, мы просто попали на такого хорошего сторожа, вот, который приоткрыл нам эту завесу тайны, и мы вошли в эту церковь и посмотрели. Для туристов нет, вход запрещен. Поэтому тоже вот очень интересный объект, как говорится. Если мы поедем дальше, наш прекрасный микрорайон Волотова, если мы едем на автобусе, допустим, всегда нравится даже тому же Минску, допустим, гости, казалось бы, у них свои красивые новостройки, но наша Волотова, вот она такая уютная, такая вот просто история потрясающая, рассказывать очень там долго можно, поэтому с удовольствием. Советский район, естественно, со своими курганом славы всегда привлекает посетителей, поэтому о городе можем рассказывать просто часами. Вот я уже, опять же, готовлюсь меня в субботу, опять же, экскурсия по городу, то есть, говорите, не голословно, я вам рассказываю, да, Минск турист, к нам едет и предприятие Минска, и первое, что они просят, это город Гомель, конечно же. А есть ли, например, у туристов какие-то пожелания, о какой лице, о каком домике нашего города, вот, они хотели бы узнать? У туристов первое пожелание, после экскурсии по городу всегда, я уже заметила, уже, не знаю, уже устала там ставить палочки, сколько раз мне про это просили, все туристы говорят, ну, сделайте советскую, снова Румянцевской. Вот они настолько проникаются всей нашей историей, нашими Румянцевыми, Петр Румянцев, Николай Петрович Румянцев, что, ну, пожалуйста, назовите по-прежнему улицу Румянцевской, либо проспект Ленина, красиво замковая, конечно, она идет, от вокзалов прямо к замку, то есть первое вот такое пожелание. Конечно, туристы из Дании, охотничий домик всех привлекает, естественно, вот просят поподробнее рассказать об охотничьем домике. Также всем нравится очень красиво вид на реку наш, на набережную сверху, все просят поподробнее, откуда же взялись первые люди. Наш памятник первому жителю Гамеянину всегда привлекал внимание, почему рысь у вас на гербе, это тоже один из самых первых вопросов. Сказали, что это домашний кот. Да, многие называют его Герасим. То есть все что угодно можно услышать, поэтому все это привлекает туристов, и они всегда просят рассказать поподробнее, фотографируются с удовольствием, естественно, поэтому таких пунктов в городе много. Ну, наш микрорайон, даже, казалось бы, Сельмаш, современный микрорайон, но там кто чуть моего, допустим, возраста, кто чуть постарше, все помнят, что в 90-е это был какой-то страшный микрорайон, и просят, завезите, покажите нам этот ваш ужас гомельский. И когда мы едем по Сельмашу, это мои родные места, то все просто с открытым ртом, так, а что здесь страшного, так красиво, такой шикарный микрорайон, а как же так получилось, что вот о нем такая нехорошая слава до сих пор. Но история остается историей. История, конечно, я говорю, это наша история, естественно, но посмотрите, как сейчас вот мы, насколько мы развиваемся, как мы растем, строимся, и какой город сейчас красивый. Поэтому таких мест, опять же, я могу рассказать все очень долго. Приглашаю на экскурсию в субботу, пожалуйста, присоединяйтесь. Минск турист, с удовольствием, я думаю, покатаемся с ними. Время катастрофически мчится, а поговорить хочется еще затронуть многие темы, то, что происходит в стенах музея. Какие выставки на сегодняшний день актуальны? Что сегодня можно узнать, попадая в ваши залы? И я бы хотел остановиться на тех выставках, которые сейчас представлены и активно анонсируются. Например, выставка «Стоп-кадр». Выставок у нас, как всегда, очень много, и они все разные, и на любой вкус. У нас продолжает работать выставка «Звонки, как стекло, блестящие, как металл», где очень широко представлены целых две наших музейных коллекции, поэтому о ней я не могу не упомянуть. Также относительно недавно открылась выставка «Древнейший из искусств». Очень интрирующее название. Попробуйте угадать о чем. «Древнейший из искусств». Пожалуй, я на выходных загляну по гостям. Хорошо, тогда я немножечко проспойлерю вам. Это о графике. Представлены графические работы. Вообще, на самом деле, у графики есть одна такая маленькая особенность. Это очень хрупкие вещи. Поэтому не зря и Виктория, и Наталья упоминали и рукопись Грибоедова, и грамоты Паскевича. Почему мы не можем их представить? Эти предметы выдерживают экспонирование очень короткий срок. Поэтому вы собираетесь, и правильно собираетесь. Обязательно сходите к нам, посмотрите на наши афорты, линогравюры, литографии. У нас представлены в очень широком ассортименте графические листы с периода по 17-го, по 20-е века. Выставка стоп-кадра, о которой вы начали говорить, действительно у нас открылся относительно недавно. Эта выставка представляет работы известного и очень востребованного в настоящее время гомельского художника Юрия Платонова. Выставка замечательная. Она экспонируется в небольшом зале, который носит название «Рыцарский». Он такой своеобразный по атмосфере. Там немножко всегда царит полумрак, такая легкая загадочность. И эта выставка, наверное, первая на иму памяти, которая настолько ярко оживила этот зал. Эти работы, которые представляют различные уголочки Белоруссии, деревеньки. Очень золотые, желтые, оранжевые, красные. Яркие-яркие. Вот ее хорошо открывали ранней осенью. Она сама такая, раннеосенняя. В ней очень много самых теплых тонов палитры, которые только можете представить. Она создает замечательное настроение. Художник сам на открытии тоже подарил нам замечательное настроение. Так что я думаю, что все пришедшие, даже потому что сейчас погода немножко испортилась, вспомнят совсем недавно минувшие теплые денечки. Ну и зарядиться позитивом от ярких красок положительных. Конечно, конечно. Оранжевый, желтый – это самые сочные цвета спектра. Мне не могут быть это несчастья. Есть еще одна выставка, которая также открылась недавно, на которой представлены различные вышивки, какие-то колоритные вещи из сельских, деревенских домиков. Расскажите про это. Выставка называется «Последам Евдокима Романова». Это действительно наш, один из последних проектов. И как-то так получилось, что один из самых любимых, но наше дело ей занимался. Как я могу ее не любить? Выставка действительно очень богатая. У нее интересная концепция. Мы назвали ее «Последам Евдокима Романова», потому что мы действительно идем по его следам. Если вдруг имя Евдокима Романова кому-то неизвестно, то очень советую познакомиться с этой личностью, уроженец Новобелицы, уроженец нашего города Гомеля. Человек, как мы сейчас сказали, мультизадачный, весьма мультизадачный. Фольклорист, археолог, этнограф, языковед. В общем, у него, если так перебросить специальности, наверное, наберется под десяток. Он прожил невероятно плодотворную жизнь и сделал, наверное, для науки, кроме для истории, этнографии, археологии, столько, сколько оно обычно делает целое поколение людей. Выдающийся абсолютно господин. И мы решили пройти по его следам в прямом переносном смысле слова. В прямом смысле слова мы представляем его этнографическое наследие, в частности, фольклорный его аспект. Знаменитое произведение Дакима Романова – это белорусский сборник. Девять томов, девять выпуска вышло при его жизни. Туда включено более десяти тысяч, только в домотеть, фольклорных текстов, которые он собирал на территории трех тогдашних белорусских губерний. Вот. Материн богатейший. Сколько же текстов собирал он в неделю? Мы не проводили, вы знаете, такую классификацию, тем более, что это очень сложно делать. Он сам писал, что урожайность зависит от многих факторов. Вот. Но даже если читать просто предисловие к сборнику, я честно говорю, вот не пожалеете, он так колоритно описывает. И как он там путешествовал по дорогам, по которым мы воздельцы сами ехали первый раз, бедные, как им было страшно. И как он встречался с местными аборигенами, жителями. И на какие хитрости он шел, чтобы они раскрылись перед ним, рассказали свои сокровенные сказки, поделились заговорами, обрядами. Вообще, это целый пласт культуры, уникальность совершенно. Сейчас его уже нет. Он уже, когда жил роман, это конец 19-го, начало 20-го века, когда он все это собирал, уже тогда эта культура уходила. Вот именно культура традиционной белорусской деревни. Потому что, если почитать, то и белорусский язык, который там, и само содержание этих заговоров, это просто что-то удивительное. Чехи, песни. Как в них сочетается язычество и христианство, как в них вплетаются персонажи, которые, казалось бы, совершенно чужды этой культуре. Кстати, тот же самый Петр Румянцев там тоже фигурирует. И все это переплетается в такой удивительный, я бы сказала, в такой удивительный народный узор. Этим невозможно не восхищаться. А что касается вышивок и прочих предметов быта, традиционного быта, это уже вторая дорожка. Мы переплели два пути, два маршрута географических, которые проходили в разные временные отрезки. То есть это своеобразное путешествие между двумя временными эпохами. Дело в том, что сотрудники музея в конце уже 20 века шли, ну, не всегда прям совсем-совсем по тем же самым пунктам, но по многим из тех пунктов, которые посетил и сам Романов. Только Романов собирал духовное наследие, он фиксировал заговоры, песни, сказки и так далее. А мы материалисты, мы собирали экспонаты. Мы собирали, да, рушники, рубахи, кабаты, платки, в общем, наметки, все, что могли. Все, что могли, вот как Романов старался, так и мы старались, тоже у нас свой набор хитростей был, конечно же. Вот, и поэтому каждый населенный пункт, у нас их более двух десятков на высоте помещаются в одном зале, он представлен этнографией, которая презентует местные особенности, скажем так, отличительные черты, они были в каждом населенном пункте, и презентуют фольклор, то есть и материальная, и духовная культура, и два путешествия по двум временным эпохам в одном зале. Все остальное пусть зрители придут и узнают. А я хочу... Я сказала крошечную часть того, что я могу рассказать об этой высоте, так что приходите проверить. А ведь не за горами еще и осенние каникулы, которые ждут все школьники, и я знаю, что дворцово-парковый ансамбль традиционно также готовится к встрече своих маленьких посетителей. Чем будете удивлять на каникулах? Мы решили в этом году нового ничего не придумывать в связи с такими ситуациями, скажем так, поэтому все новое, хорошо забытое, старое. Поэтому на этих каникулах мы уже принимаем заявки, они уже у нас есть. На наше... То, что нравится всем младшим классам, звонят преподаватели, это посвящение в юные гомельчане. Потрясающий обряд с нашими, опять же, народными традициями, с нашим караваем, хлеб, соль, все это рассказываем ребятам, вручаем грамоты о том, что они стали настоящими гомельчанами, любителями своего города Гомель. Они произносят торжественно клятву в нашем дворце, не клянутся, что они будут оберегать наш город Гомель и хранить для подрастающих поколений. Поэтому уже заявки на каникулы есть, уже школы с удовольствием к нам записываются. Ну и, естественно, наш знаменитый музейный большой проект, большой музей для любознательных друзей. То есть много занятий на разные совершенно темы. Ребята приходят, занимаются, либо они археологи, либо они там немножко экскурсоводы, либо они реставраторы. Все что угодно. Можно потрогать, наконец-то мы им разрешаем все потрогать, самим посмотреть, Ну это просто удивительно. Не только фотографировать, но и трогать, и смотреть, и щипать можно. И трогать можно у нас. Великолепный музей. На проекте, да. И посмотреть мультик о том, как нужно себя вести в музее, тоже можно ребятам на нашем проекте. Великолепно. У нас остается несколько минут, но, друзья, у нас есть еще несколько тем, которые очень хочется затронуть. И буквально через несколько мгновений мы с вами узнаем о том, что у Дворцово-Паркового ансамбля есть своя страница в Инстаграм. И, ну, наверное, стоит немножко рассказать о той команде, которая готовит все эти креативные проекты. Через мгновение продолжен наш разговор. Не переключайтесь. Итак, друзья, наш эфир продолжается. Сегодня у нас большой тур по Дворцово-Парковому ансамблю, по Золотому кольцу Гомлеччины. Ну и вообще попытаемся под другим ракурсом посмотреть на наш легендарный музей. Вот о чем хотелось бы поговорить. Вы уже опробовали онлайн-вещание, онлайн-работу, но Дворцово-Парковый ансамбль также не стоит на месте. Я также являюсь подписчиком вашей страницы в Инстаграм. Мы подписаны на вас. Серьезно? Мы следим за вами. С вас лайки, с меня тоже. Расскажите, кто ведет все дворцовские странички в соцсетях? Ведет такая у нас небольшая есть группировка, как я их называю, креативная молодежь. Вот Оля, она одна из них из этой молодежи. Она нам все расскажет, как они там все это ведут. Да. На самом деле, вообще, наши соцсети, это мы просто в виртуальном пространстве. Поэтому, наверное, даже не с этим правильно говорить, что там этим занимаются прямо вот только маленькая группка. Мы очень рады, когда включаются абсолютно все. Более того, мы в наши ролики включаем даже тех людей, которые вначале сильно сопротивляются, а потом очень рады слушаемся над ними такому насилию, да простит меня, Господь. Мы снимали и наших работников, которые занимаются озеленением парка, мы снимали наших смотрителей, уборщиков. Уже никто не против, смирились. Или с удовольствием. Наоборот, они открыли в себе таланты. Это просто такие звезды. Я даже не ожидала от некоторых. Это же потрясающе просто. Вот. Поэтому, это, можно сказать, такая очень широкая площадка для всех людей и для всех тем. В социальных сетках наших, как и на сайте, мы отражаем нашу жизнь. Мы отражаем там то, что происходит в музее, то есть там находят совместные и наши экспозиции, и наши выставки, и какие-то мероприятия различные, проекты и так далее, и тому подобное. Там живут наши фонды. Это, действительно, замечательная возможность показать те предметы, которые еще не добрались до выставочных залов. Со временем не все, конечно, доберутся, но пока дойдет их очередь. А так у них, можно сказать, такой карт-планш, они проскакивают вперед немножко вне очереди. Также социальные сетки мы используем для общения. Почему бы и нет? Фидбэк всегда приятен, будь он в виде лайков или в виде комментариев, почему бы и нет. Более того, мы можем там говорить на темы, которые, наверное, в официальной жизни музея может не всегда находят свое отражение. Это и закулисье. Всем всегда очень интересно, что же происходит у нас за кадром. Об этом часто просили и в многочисленных опросах наши и виртуальные, в том числе, посетители. А что у вас происходит за кадром, расскажите? Двух словах. Да все, что угодно. Мы наряжаемся, не знаю, мы сами создаем костюмы. Если бы кто-нибудь видел, из чего на самом деле создаются многие наши шикарные образы, он бы, наверное, упал от смеха. Мы даже как-нибудь, наверное, отважимся и выложим, даже по тем же ожившим картинам, из чего у нас собирались, собственно говоря, эти великие полотна, вернее, наши их интерпретации. То, как мы монтируем, это тоже очень весело и интересно. Ну, назовем, например, говорили про экспонаты, сколько у нас в фондах есть и сколько показывается на выставке, но вот наши среднестатические выставки презентуют, поднимая сразу с фондов, не меньше, как правило, 500 единиц. Оно это то, что доходит. Отбирается и поднимается, на самом деле, намного больше. То, как мы их ищем, как мы их потом оформляем и, собственно говоря, как мы хитримудрим для того, чтобы придумать какие-нибудь новые образы для даже тех же самых традиционных вещей. То есть, как рубахи должны повиснуть так, чтобы напоминать парящих ангелов, например. Как собрать солнце из рушников. Ну, все это, на самом деле, достойно отдельных видео. Я думаю, что это направление мы также будем развивать. Отлично. Возвращаясь к началу этого доброго вечера, я не зря начал с того, что буквально недавно вы перешли, разменяли вторую сотню. Вот. И есть ли у меня верная информация? Можно один секрет еще открою, который я знаю. Музей сейчас готовит еще один проект. 100 лет плюс 1. Больше деталей, подробностей про этот проект у меня нет. Хотелось бы сегодня получить от вас эксклюзив. Что же это такое? Это, да, вот уже в ноябре, 7 ноября всех приглашаем к нам на праздник. Нам 101 год будет отмечать наш музей. И поскольку вот в связи с такими всевозможными ситуациями у нас прекратились, наверное, все заметили, наши постоянные посетители прекратились, наши концертные программы немножко. Естественно, белая гостиная не так заполняется. Вот поэтому мы решили все-таки 7 ноября начинать с белой гостиной. Опять же, мы приглашаем всех наших постоянных посетителей, наших гостей с большим удовольствием, нашу белую гостиную, чтобы послушать классическую музыку, которая вот на некоторое время просто замерла в стенах нашего дворца. Поэтому юбилей начнем мы с классики, ну и продолжим это всевозможными выставками, конечно, всевозможными дальше мероприятиями. Это нужно следить за нашей рекламой. Не будем все выдавать сразу. Значит, подписываться на вас в Инстаграм, искать вас через различные хэштеги. Кстати, через какие хэштеги у вас можно найти? Белосгомель. Да, безусловно. Вы можете варьировать. У нас столько названий и имен почти как титулов у Ивана Федоровича Паскевича. Дворец Румянцевых и Паскевичей. Просто по республике подписывайтесь на мой Инстаграм. В мой Инстаграм можете найти Инстаграм Дворца Румянцевых и Паскевичей. Я хочу сказать вам огромное спасибо, что за этот вечер мы не только совершили небольшую экскурсию по Золотому кольцу Гомельщины. Например, я для себя узнал очень много мистических, интересных, невероятных историй. Вы знаете, я практически уже определился со своими планами на ближайший уикенд и, наверное, подговорю своих друзей поступить, также заглянуть в гости к вам. Хочется сказать вам спасибо за ту работу, которую вы делаете. Повторюсь, еще раз ждите в гости. Спасибо огромное за эти интересные истории. Друзья, вам же хочу напомнить, что это была программа Добрый вечер Гомель на телеканале Беларусь 4. Завтра будет новый вечер, безусловно, он будет добрый. Ну, а на сегодня все, удачи вам, пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова